А в Рязани начинают выплачивать материальную помощь жильцам дома, пострадавшему от взрыва газа. Сейчас деньги получили уже 11 человек, а всего их по списку 253. В МЧС подчеркивают, 10 тысяч получит каждый жилец разрушенного подъезда. По 100 тысяч полагается тем, кто легкие травмы получил, 200 тысяч уже для тех, кто средние и тяжелые ранения вынужден был перенести. В России родственники погибших получат по 1 миллиону рублей. И следователи уже установили личности всех троих погибших. Это супружеская пара пенсионеров. Они проживали на верхнем этаже в 55-й квартире. И их сосед, мужчине было всего 44 года, и накануне, вечером, его жена с детьми ушла из дома из-за семейного скандала. Громко ссорились соседи в эксклюзивном комментарии Live. Так и рассказали. Подумали, что-то неладное у них творится. И вот получилось, что супруга тем самым спасла жизнь себе и ребенку. Ну а сейчас в социальных сетях друзья семьи ведут сбор средств, одежды, вещей первой необходимости для супруги погибшего. Потому что они остались просто без всего на улице. И все их имущество было полностью уничтожено. И квартира восстановлению не принадлежит. Уже всего 14 квартир пострадало, и семь из них полностью разрушены. Верхние этажи 9-го и 10-го дома. Перекрытие между квартирами, между этажами. Рухнули, завалили 8-й этаж. И обломки буквально покрыли ковровой бомбардировкой весь двор этой высотки. И даже до соседних домов долетели. Балкон отвалился полностью. Поэтому автомобили, число припаркованных машин уже десятки составляет, кто пострадал. Все их вместе сгруппировали на одной из близлежащих автостоянок. В чем была причина аварии? Наверняка в квартире, взорвавшейся, в той самой 54-й, был неправильно установлен газовый котел отопления. И это была вынужденная мера. Семья спасалась от холода. Перебой с отоплением. С горячей водой были все время в этих домах. Ведь отопительный сезон уже месяц назад как начался, а у них было до сих пор холодно. И удивительно, вроде бы котельная даже своя, она соединяет как раз дом номер один и четыре. На этом первом осеннем переулке, но только из-за проблем с управляющей компанией, не могла она вовремя подавать тепло в квартиры людей. Вот получилось, что или замерзать им приходилось, или погибнуть за это тепло. Судя по обломкам, взрыв-то какой в котельной может быть? Ну, может, там еще разорвало какое-нибудь... Но она на этот момент не рабочая была, как бы, да? Нет, но она, если что-то происходит, она же там автоматически там все отключается. То есть ничего в котельной взорваться. Ну и обломки-то они же... Из котельной никакие обломки не вылетали. Продолжение следует...